Птица Мираж Агельский национальный парк создавался в свое время как место охраны обитания, зимовки и гнездования водоплавающих и болотных птиц. Их здесь насчитывается 134 вида. Многие из этих пернатых занесены в Красную книгу. Вести о перелетных птицах, перезимовавших в Агельском заповеднике, приходили из Африки, Индии, Англии, с берегов Средиземного моря и Северного Ледовитого океана. Это кулик краснозобик, обитатель северных тундр. А вот загадочная белоснежная колпица, очень редкая птица. На Агеле она гнездится настоящими колониями. Ее темная родственница – каравайка и еще десятки, сотни видов птиц. Среди них необычная красная утка. Вот она, вернее, они. На мелководном плесе кормится пара этих птиц. Утки-огори. Посмотрите на этих красавиц. Вот уж точно самые красные из всех наших уток. Огори – как бы переходное звено между гусями и утками. Вообще-то они утки, но ходят не паутиному в перевалочку. Походка у них гусиная. И бегают, как гуси, и летают тоже так. В голосе и манере звукового общения огорий тоже больше гусиного. Нередко разговор двух этих птиц бывает удивительно похож на осмысленную, но непереводимую беседу. Однако много в них и утиного. А вот гнездятся они вообще и не как гуси, и не как утки. По-своему, огориному. Делают гнезда в норах. Эти утки распространены достаточно широко. Людей не боятся, поэтому могут селиться вблизи человеческого жилья даже в парках или городских садах. Огоря можно считать азиатской птицей, потому что в Европе он гнездится лишь по самой юго-восточной окраине. На Памире и Тяньшане огорь – горная птица, в Приоралии – степная. В Забайкалье он связан в гнездовое время с лесом, поселяясь в дуплах деревьев. А москвичи знают его как обитателя городских прудов. По неуживчивости к соперникам огори даже превосходят лебедей. Но все эти заботы будут у огори чуть впереди, а пока, с солнечным апрельским днём, огори наслаждаются весенним теплом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова